История YouTube, самого популярного на сегодняшний день сервиса для размещения видео, началась в 2005 году, стараниями его создателей Чада Херли, а также Стива Чена и Джавида Карима. Чад Херли родился в 1977 году в США, штат Пенсильвания. Он был третьим ребенком в семье и с детства увлекался компьютерами, интернетом и всем, что с этим связано, в том числе электронными СМИ. Еще в школе он вступил в технологическую студенческую ассоциацию, а после ее окончания в 1995 году поступил в Университет изобразительного искусства. Такие, казалось бы, разносторонние интересы объединялись в одном. Его настоящим коньком стал веб-дизайн и разработка интерфейсов для всевозможных сервисов. Именно это увлечение и сыграло ключевую роль в дальнейшей карьере Херли. После окончания университета Херли был принят на работу в PayPal. Тогда еще эта платежная система только была запущена. Именно здесь, на должности главного дизайнера, Чад Херли и подружился с будущими партнерами Стивом Ченом и Джавидом Каримом. Согласно легенде, история всемирно известного сервиса YouTube началась очень просто. В январе 2005 года Стив и Чад хотели разослать друзьям видео, снятое на одной из вечеринок. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Файл был слишком велик для отправки почты, а разместить его в интернете тоже не представлялось возможным. Так и возникла, как водится гениальная в своей простоте идея – сделать онлайн-сервис, где каждый смог бы разместить небольшой видеоролик, который затем смогут увидеть все желающие. Здесь навыки Херли оказались как нельзя кстати. Будучи опытным веб-дизайнером, он занялся разработкой интерфейса, логотипа и дизайна. Затем появилось и название YouTube. За верстку и программирование отвечали друзья и партнеры – Джавид Карри и Стив Чен. Так и закрепилось это распространение ролей. Чат генерировал идеи, а его коллеги отвечали за их воплощение и техническую доработку. Видеохостинг был запущен в феврале 2005 года. В качестве базовой платформы использовалось флеш-видео, что и обеспечило простоту загрузки и быстрое воспроизведение коротких роликов в довольно приличном качестве. Уже всего через 11 месяцев после запуска сайт стал одним из самых популярных ресурсов, лишний раз подтверждая расцвет эпохи Web 2.0, а затем и социальных сетей. Кто бы мог подумать, что еще через пару лет проект будет оценен в 1,5 млрд долларов. Стоит отметить, что стартап завоевал поистине бешеный успех в баснословно короткие сроки. Уже в первые годы существования YouTube принес каждому из своих создателей порядка 300 млн долларов прибыли. По одной из версий, дело здесь не только в гениальном чутье и умении точно угадать потребности аудитории, но и жене Чада Херли, дочери миллиардера Джеймса Кларка. Будучи владельцем и соучредителем нескольких весьма успешных компаний в так называемой Кремниевой долине, он с высокой долей вероятности принял весьма активное финансовое участие на ранней стадии проекта. Как бы то ни было, растущая популярность YouTube свидетельствовала о том, что стартап, что называется крайне удачно, занял поступающие на тот момент нишу. Удача была прежде всего в том, что создатели сервиса сделали ставку на два ключевых момента — формирование своей социальной сети, своего рода сообщества любителей видео, где каждый мог поделиться видеороликом и просмотреть любой из опубликованных, и отслеживание потребностей аудитории с постоянным усовершенствованием сервиса. Говоря о том, в чем принципиальное отличие их видеохостинга от сервисов вроде iTunes, Чен подчеркивал, что они не просто создали ресурс для размещения видео, но и обслуживают интересы своих пользователей. Так, помимо размещения видеороликов, их можно обсудить, задать вопрос и узнать интересующую информацию относительно содержимого того или иного видео. Со временем появилась возможность отслеживать поток того или иного пользователя, загружать ролики через специальные встроенные сервисы в браузере компьютера, планшете или телефоне и многое другое. В результате YouTube стал выполнять функцию видеодневника, а ссылки на видео от обычных пользователей заполонили весь интернет. Будучи при этом еще и довольно удобным, видеохостинг вскоре стал использоваться не только для любительских видео, но и выполнять другие функции. Например, позволял делиться записями с концертов, редкими кадрами из различных отдаленных уголков или культурных событий. Настал момент, когда на YouTube начали появляться официальные видео, клипы на песни мировых знаменитостей, рекламные ролики, трейлеры к фильмам и многое другое. Наконец, видеоролики на YouTube, выложенные очевидцами самых разных происшествий, стали использоваться в качестве иллюстраций к сюжетам новостей, а герои и авторы самых нашумевших роликов, собиравших миллионы просмотров, мгновенно приобрели мировую славу. Кажется, на пике этой популярности создателям сервиса и начали поступать выгодные предложения о продаже. Как известно сегодня, сервис YouTube сменил своих владельцев. В 2006 году права на сайт были выкуплены компанией Google за довольно внушительную сумму — более полтора миллиарда долларов. В течение последующих лет Стив Чен и Джавид Карим оставили свои должности и сегодня больше не имеют никакого отношения к сервису. Чарт Харли покинул пост последним — в октябре 2010 года, однако пообещал давать рекомендации по дальнейшему развитию ресурса, если таковые будут востребованы. Сам он планирует заниматься созданием специальной линии мужской одежды для программистов. Такова была история самого крупного видеохостинга в мире. Если ты пользуешься YouTube, ставь под этим видео большой палец вверх и напиши в комментариях имя своего любимого интернет-блогера, которого ты узнал благодаря этому сервису. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!